Новосибирские физики показали разработки для международного экспериментального реактора ЭТЕРХ. Он строится во Франции и должен продемонстрировать термоядерные технологии, которые можно будет использовать в мирных и коммерческих целях. Ученые намерены создать энергетику будущего, способную заменить газ, нефть и уголь. В проекте участвует больше 30 стран. Вклад России 10%. Но получить физики намерены гораздо больше. Ксения Ануфриева подробнее. Ученые показывают первую деталь для проекта ЭТЕР. Это своего рода вольтметр для реактора. Он будет измерять мощность происходящих процессов. Во Францию из Новосибирска отправят три таких модуля для установки в вакуумной камере. Он весьма просто выглядит снаружи, но внутри это достаточно сложный сэндвич из индиционных камер деления с ураном 238 и ураном 235. Для международного термоядерного реактора новосибирские физики изготавливают элементы трех диагностических систем и четыре устройства для их защиты. Причем некоторые разработки института оказались вне конкуренции. Они как раз были включены в каталог ЭТЕР, радиоэлектронные аппаратуры, рекомендованные к применению в реакторе. Это очень серьезный каталог и в этом смысле, наверное, один из немногих примеров, когда наша разработка обошла такие фирмы, как Siemens и National Instruments. Участвуют российские ученые и в обсуждении основных физических проблем. Сегодня в городе впервые собрались ведущие мировые эксперты в области физики. Одна из задач, которые пытаются решить, как сделать так, чтобы зеркала, необходимые для диагностики плазмы, не разрушались при температуре 3 миллиона градусов по Цельсию. Здесь два ключевых аспекта. Первое, как защитить вот эти зеркала от воздействия высототемпературной плазмы. И второе, как создать вот сам вот этот материал настолько устойчивым и настолько прочным, чтобы он мог вот этим характеристикам и этим задачам соответствовать. В целом доля российских вложений в международный проект больше 9%. Получить ученые планируют гораздо больше. Благодаря проекту ЭТЕР в России уже возрождена высокотехнологичная сверхпроводящая промышленность. Мы вносим 9% в проект ЭТЕР в наших разработок, в наши интеллектуальные собственности, а получаем доступ, это так записано в соглашении ЭТЕР, к 100% интеллектуальной собственности, созданной в рамках проекта ЭТЕР всеми партнерами. Первые эксперименты на международном термоядерном реакторе должны начаться после 2020 года. Ученые уверены, что фундаментальные исследования принесут практические результаты. Главная цель физиков – создать альтернативный источник энергии. Ксения Ануфриева, Данил Смирнов. Новосибирские новости.